Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Нить Ариадны. Для того, чтобы сделать карьеру и обеспечить себе достойную жизнь, человеку любой профессии нужно трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Хорошо, когда работа не отнимает большую часть жизни, а если она заменяет все – дом, семью, любимые занятия, друзей, ну и, наконец, саму жизнь. Подобное явление, когда у человека смещены разумные представления в балансе между работой и остальными сферами жизни, специалисты называют болезнью. Болезнью, на которую сам пациент не обращает никакого внимания. Больше всего она беспокоит его родных и близких. Итак, тема сегодняшней программы – трудоголик в семье. Когда человек злоупотребляет алкоголем, его называют алкоголиком. Когда же предметом злоупотребления становится работа, то речь идет о трудоголике. Кто такой трудоголик? Трудоголик – это человек, для которого работа – все дело его жизни, даже, можно сказать, любовь. Поэтому он активно вытесняет из своей жизни все, что мешает работе – любовные переживания, музыку, детей, книги, рыбалку, семью. При этом его почти не интересуют практические результаты деятельности. Весь интерес в самом процессе. Трудоголики таким положением дел мало взволнованы. Больше всего беспокоятся их близкие. Да и как же здесь не беспокоятся, когда жена, а чаще муж, просто горят на работе, ночуют в офисах, родных узнают только по голосу в телефонной трубке, детей видят лишь на фото, членов семьи развлекают исключительно разговорами про бизнес-планы. Обращают на себя внимание парадоксальность ситуации. С одной стороны, человек работает, зарабатывает деньги, обеспечивая тем самым достойный уровень жизни себе и своим близким. Что ж тут плохого? С другой стороны, в семье растет дефицит внимания, который сопровождается обоюдной тревогой и недоверием, что впоследствии приводит супружество к полному краху. Причин для возникновения трудоголизма много. Это и неумение общаться с людьми и адаптироваться в обществе, бегство от одиночества и собственной непрекаянности, чувство стыда за жизненные премыки. Но самой распространенной причиной трудомами психологи считают неустроенность в личной жизни, проблемы в семье. Человеку не хочется возвращаться домой, вот он и сидит от зари до зари на работе. Очень часто трудоголиков ждут дома тотальный контроль, упреки и сплошные указания, как и что делать. Кому ж это понравится? Куда приятнее заняться работой? В итоге получается замкнутый круг. Муж работает, жена злится. И чем больше она злится, тем больше ему хочется работать. Как же выйти из этого порочного круга? По мнению специалистов, лечить трудоголиков, бегущих от семейных нюрязиц, надо не таблетками, а повышенным уважением к ним в семье, любовью, устранением давления и командного тона. Возможно, тогда они перестанут жить по принципу «работаю сколько могу» и начнут жить по принципу «работаю сколько надо для дела, для семьи и для счастливой жизни». Итак, что же такое трудоголизм? Как человек из простого труженика общества становится настоящим трудоголиком? И какую роль в этом играет семья? Сегодня мы поговорим об этом в нашей программе и помогут нам разобраться в этом непростом вопросе наши гости, консультанты-психологи, действительные члены профессиональной психотерапевтической лиги Алексей Завельский и Ольга Разволгина. Добрый вечер! Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в нашу студию. В советское время трудоголизм и люди, которые много работали, трудоголики, а тогда много работали практически все, то есть это явление считалось проявлением психического, психически здорового типа. Почему же в наше время, хотя временной отрезок прошел уж не такой долгий, почему в наше время специалисты считают трудоголизм, такую любовь к работе, чрезмерную любовь к работе, болезнью? Источники трудового героизма в советское время и того, что сейчас называют трудоголизмом, наверное, одни и те же. И тогда и теперь человеку, который большую часть времени посвящал работе, было, наверное, не очень уютно там, где он не мог реализоваться как профессионал. Однако, если в недавнем нашем прошлом это способствовало выполнению народно-хозяйственных планов и, собственно говоря, не вело ни к каким прямым выгодам для человека и его семьи, то сейчас это изменилось. Сейчас трудоголик может быть крайне успешен как в личном плане, так и может приносить огромную пользу своей семье. Поэтому все больше семей склоняется к тому, что иметь трудоголик в своем составе достаточно выгодно. Так, если в советское время труд был, может быть, больше модным занятием в плане показушничества какого-то, такого чисто внешнего явления, чтобы начальство уважало... Способ реализации. Способ реализации человека именно там, поскольку это единственное место... Ну, не только способ реализации. Вначале это был способ выживания, достаточно успешный, да? Просто адаптация к тем условиям, которые были. Потому что в других местах просто страшно. А потом это стало уже способ реализации, поскольку вот какой-то материальный, материальный в рамках семьи, в рамках какого-то обустраивания собственного быта, выгоды, все равно разницы не было. Не было реальной разницы. Вкладываешься ты туда или не вкладываешься. Синдром трудоголизма первыми заметили, конечно, западные врачи и психологи, поскольку в том мире человек, который вкладывается в работу сверх возможностей, может быть, даже своих собственных возможностей, принося в жертву собственное здоровье, имеет, по крайней мере, шанс компенсировать это очень высокими достижениями и очень высокими доходами. А в тот момент, когда в нашей стране доходы человека стали зависеть от его трудового вклада, у нас это явление стало формироваться во всем своем великолепии. Хорошо. А вот что же все-таки это за болезнь трудоголизм? И что у человека болит, и в каком месте, если уж это действительно болезнь? Как вам сказать про болезнь или не болезнь? Это так же, как с другими зависимостями. Это зависимость. Это особый класс болезней, можно сказать, что болезней. Когда человек не может, не в состоянии управлять своим поведением по собственной воле, когда он зависит от чего-то относительно себя внешнего. В данном случае мы говорим о зависимости от работы. Так же в точности человек может зависеть от всем известным, то, что мы называем зависимостью от химических средств. Так же в точности он может зависеть от алкоголя, что в нашей стране достаточно долго сейчас считается, что это очень распространено. Хотя практика показывает, что по статистике подчас не выше, чем во многих западных странах. Такая зависимость есть. Так же и с трудоголизмом на сегодняшний день. То есть мы в той же мере болеем трудоголизмом, как и люди западного мира на сегодняшний день. То есть это не болезнь времени, да? Когда у нас начался постперестроечный период, и больше людей стали заниматься бизнесом. То есть у нас что до перестройки? Многие люди были трудоголиками. Что после перестройки? Или все-таки какой-то процент? Совсем так. Мы, скорее, это не болезнь времени, это не временная болезнь, она останется, да? Дело в том, что мы, присоединившись к остальному миру, получили в результате и те же самые болезни, которые были у него. Именно в тех формах, да? Понимаете, здесь с психикой достаточно сложно сказать. Болезнь не болезнь. Многие считают, что это своеобразный способ адаптации, да? К тому окружению, которое существует на тот или иной момент. Однако почему мы уверенно говорим, что трудоголия – это такая же зависимость, как и наркомания, как и алкоголизм, как зависимость от азартных игр? Потому что все симптомы, которые наличствуют в жизни человека-трудоголика, они исходные и, мало того, они тождественные симптомы, которые имеет алкоголь и наркомат. Точно так же человек, который зависит от своей включенности в работу, испытывает буквально панические ощущения, когда наступает, ну, например, его законный выходной. Он не знает, что делать, он не знает, чем себя занять. Ему физически плохо от того, что он… Он болеет. Так же, как если он не принял, не выпил… Не выпил или не принял дозу. Алкоголь, или не похмелился, или… Да, для похмелы ему нужно хотя бы позвонить на работу или хотя бы взяться за ноутбук. Это уже немножечко облегчает состояние. Однако такие люди, попавшие, например, в отпуск, могут заболеть всерьез. В медицине, на медицинском языке, это называется синдромом отмены того препарата или вот той работы, которая… Нет, да, таблетки рядом нет. Работы рядом нет. Работы рядом нет. Да, работают и таблетка… Тот, чего человек зависит, отсутствует, и он начинает физически ощущать недомогание и тяжелое переживание. Кроме того, есть еще такой симптом, как увеличение дозы. Постоянно требуется все больше и больше работы. То есть человек, попавший в этот замкнутый круг, рано или поздно перестает удовлетворяться той работой, которой он уже на себя взвалил, а берет себе все больше и больше. Например, управленец может пытаться забрать для себя все больше и больше зоны ответственности, хотя уже и с тем, что у него есть, он не справляется чисто по времени. Но он все равно хочет больше и больше дозы этой работы. Насколько это бесконечно? Потому что нельзя же бесконечно увеличить свою работу, где-то надо остановиться. А останавливать такого человека так же, как алкоголик и наркоман, только физическая невозможность? Только когда просто падает? То есть либо болезнь, либо… В больнице когда оказывается? На операционном столе под час. Так это место встречи изменить нельзя, называется. Острый панкреатит, заболевание… Заболевание щитовидной железы. Какие самые распространенные болезни? Вот сейчас. А сердечно-сосудистые, которые вы упоминали, желудочно-кишечные, прободные язвы, это может остановить… А инфаркты, инсульты – это болезнь трудоголиков или все-таки нет? Это немножечко другая тема, которая, в принципе, это болезнь стресса. А, это стресса. Это болезнь стресса, да? Трудоголик очень часто снимает стресс увеличением трудовой нагрузки, поэтому не всегда… Да, понятно, то есть здесь немножечко по-другому действует этот механизм. Хотя человек, который страдает трудоголией, подвергает себя опасности порой и попадать в стрессовые ситуации. И в результате может возникнуть какой-то определенный стресс, в результате которого может возникнуть и инсульт, и инфаркт. Но это, опять же, если говорить о трудоголии и о сердечно-сосудистых заболеваниях, то это все-таки, они связаны только возможностью стресса. Прежде чем мы сейчас начнем говорить или продолжим наш разговор о трудоголизме, мы обратимся сейчас с вопросами к нашим постоянным респондентам и узнаем о том, что они думают по поводу работы, то есть сколько работа в их жизни занимает времени по сравнению с тем временем, которое они отводят для семьи. Вот такие ответы мы получили. Что у вас в жизни занимает больше времени? Семья или работа? И почему? Семья. Почему? Потому что маленький ребенок. Работа. А почему? Так складывается. Работа. А почему? Так выходит. Дети выросли, внуки не подросли. Вопрос, конечно, интересный, но больше, наверное, занимает времени работа. Потому что от двух третей своей жизни мы проводим на работе. Правильно? Ну, работа много. Работаю. Скажите, пожалуйста, что в вашей жизни занимает больше времени? Семья или работа? Конечно, семья. Трудно сказать. Скорее всего, работа. А почему? Ну, наверное, потому что я ее люблю. Работа. Почему? Ну, потому что сейчас время такое, что если нет хорошей, нормальной работы, то и жить невозможно. Работа, конечно. Почему? Потому что такой часовой рабочий день. Работа, конечно. Почему? Я люблю свою работу. Естественно, что у всех превалирует работа. А как вы считаете, кто больше подвержен трудоголизму, мужчина или женщина? Здесь так вот разделять на мужчин и женщин можно было только раньше, когда социальная роль мужчины была как добытчика, как человек, который вкладывает, в общем, существует в семье для того, чтобы зарабатывать деньги. Соответственно, чем больше он денег зарабатывает, тем больше он приносит пользу семье. Вот сейчас немножко изменилась ситуация. Ситуация изменилась, действительно, да. Потому что наше приобщение к общим мировым ценностям имеет и свою оборотную сторону. Бизнесвумен в нашей стране составляет уже достаточно значительную часть, как говорится, экономически активного населения. И молодые дамы, и не очень молодые дамы, как мы видели, значительную часть времени посвящают работе и рискуют, на самом деле, попасть в зависимость от этого, потому что они успешны, потому что они добиваются все большего и большего, потому что они становятся все более и более обеспечены, потому что они могут покупать себя в жизнь, свободу, так им кажется. До той поры, покуда доза их рабочего времени не становится больше, чем то, что они тратят на... То, чтобы потратить реально, потратить заработанное. Скажите, а каждый человек может заразиться вот этой болезнью? Вот где найти эту грань, когда ты уже переходишь к грань как бы дозволенного и недозволенного? Сначала ты любишь свою работу, а потом ты и увлекаешься, а потом уже поздно, да? То есть настолько увлекся человек, что уже стал трудоголиком. Как во всех историях зависимости, грань найти всегда достаточно сложно, это тяжело сделать, да? Здесь скорее можно говорить... Вы очень хорошо описали процесс, как человек становится трудоголиком. Это действительно так. Это не я, это практика описывает. Да, это практика. Ну вот здесь... Скорее здесь важно отсмотреть на то, какое значение имеют иные ваши, так сказать, ценности в вашей жизни. То есть не терять ценность. Когда то, что вам было ценно, то, что вам было дорого, начинает терять ценность, скорее всего, это та грань, когда вы уже становитесь не просто увлеченным работой человеком, а трудоголиком. Так же, как доктора и психологи, работающие с зависимостями химическими, когда мы говорим о трудоголизме, очень важно понять, а что же, собственно говоря, человек получает такого на работе, что он не может получить ни в какой другой сфере своей жизни. Что он не получает ни в семье, ни в общении с друзьями, ни в общении, ну, например, там, с природой, ни в общении с книгой. И очень часто это бывают такие простые и совершенно необходимые для человека вещи, как признание, как высокая оценка его достижений, как простое внимание. То есть недостаток этих явлений в жизни человека приводит... Да, так же, как с любой зависимостью, то, чего человеку не хватает в семейной системе, он может добирать с помощью своей зависимости. И тут тонкая грань. Чем меньше он может получать этого вне зависимости, тем больше шанс, что эта зависимость сформируется. Тогда где грань между трудоголиком и трудолюбивым человеком? Человек, который просто любит работать. И он много работает, возможно, получает вознаграждение за свой труд. Где, я не знаю, какая главная причина, которая разнит эти два понятия? Ну, здесь мы можем привести просто как... Чем же отличается, еще раз, Зависимость от работы и трудолюбие, да? Ну, во-первых, это... У трудолюбивого человека нет синдрома отмены. Когда он отдыхает, он отдыхает. Он это делает полноценно, с удовольствием, не болеет, да? А наоборот, заряжается энергией для того, чтобы потом заниматься любимым делом. Во-вторых, у него нет необходимости брать больше на себя, чем он реально, ему нравится, чем реально он может сделать, чем он отвечать за те вопросы, в которых он реально и компетентен. Это нормальное трудолюбие, нормальное, действительно, знание себя и знание еще вот этого способа получения удовольствия в работе, да? Такая нормальная золотая середина, да? Когда человек все успевает и... Золотая середина еще определяется и таким простым соображением, что человек может получать удовольствие не только на работе. Он может получать удовольствие от рыбалки, а может от общения с собственной собакой или кошкой. При этом хорошо работая... При этом работая много. И получая удовольствие тоже от рыбалки. И даже уставая, предположим, но отдыхая не на работе, опять же, не в увеличении ее количества, а в том, что он делает помимо работы. Вы знаете, есть такая вот формула трудолюбивого человека, практически формула. Трудолюбивый человек, который с радостью едет на работу и с радостью с него возвращается домой. Конечно, я думаю, что все ее знают, но у всех получается. Да, вот когда есть радость, когда приезжаю, возвращаюсь к любимому делу, и радость, когда я уставший еду домой, да, это нормально, это хорошо, потому что там я еще получу дополнительное удовольствие. У меня есть радость и ожидание. Главное для человека радость и ожидание. Он ожидает в своей семье удовольствие от общения. Очень хорошо, что сейчас вспомнили вот эту поговорку знаменитую, потому что эти две части, работа и семья, как мне кажется, очень тесно взаимосвязывают, да, и особенно в вопросе трудоголизма. А зачем человеку быть трудоголиком? Вот если в жизни что-то существует, то это, наверное, зачем-то нужно, в том числе и трудоголизм. Значит, это человеку нужно, раз он так себя ведет и выбрал для себя такой образ жизни. Ну, мы уже тут сказали, что он получает, трудоголик получает то, что не получает в семье. То, что не получает в других местах. Только семья, да, Алексей? Нет, только в другом месте. Какие? Вот что недополучает, чуть не сказала, алкоголик, да, трудоголик, да, вот что он не получает? То есть только ли семья? Конечно, о семье мы еще сегодня будем говорить, но какие еще вот аспекты? А если человек, допустим, с утра до ночи сидит в гараже, разбирает и собирает там машины, мотоциклы, и жены постоянно жалуются, да, или человек постоянно учится, не знаю, начиная там с совершеннолетия и чуть не до пенсионного возраста, или человек постоянно занимается оздоровлением собственного организма, что сейчас очень модно, там постоянно сауны, какие-то тренажерные залы, значит, спортивные клубы, и хотя при этом главное затратить энергию, как вы понимаете, да, и так далее, там, хобби, допустим, кто-то разводит рыбок просто до умопомрачения, да, вот это явление, проявление трудоголизма, или это нечто другое? Пожалуй, все-таки то, о чем вы говорите, Татьяна, это нельзя отнести к тому, что называется трудоголизмом, а бывает у человека то, что называется на профессиональном языке сверхценный день, когда его увлечение рыбками, или рыбалкой, или гаражом, техникой, гаражом превращается для него, ну, в некое такое, вот, марками еще очень увлекаются, в некое дело, которое составит главный смысл жизни. Да, главное, что они не в семье, понимаете, и семья снова жалуется, вот, что на работе. А здесь семья жалуется еще на то, что это не приносит ей особых выгод. Вот, трудоголик в семье, он, по крайней мере, очень хорошо обеспечивает семью, снимая с нее множество бытовых трудностей. Здесь такие увлечения, которые занимают практически всю жизнь человека, скорее компенсации его внутренней неуверенности в себе. А зачем, извините, а зачем семье нужен трудоголик? Тогда, если уж она его взращивает, то есть семья же его взращивает, если человеку, то есть человек не идет с работы домой, потому что ему там некомфортно. А получается, что корни вот этого дискомфорта и начала вот этой болезни, прежде всего, больше всего, находятся именно в семье. А раз это в семье, значит, семья это тоже для чего-то нужно? Что происходит? Давно уже специалисты по зависимости, давно уже определили, что любая зависимость, это не есть индивидуальное явление. Это отнюдь не индивидуальное явление. Это формируется в семье, это явление системное, семейное. Это то, что не просто формируется, на нем часто очень семьи держатся, даже предъявляя претензии к своим супругам, в том, что они пропадают на работе, вот к трудоголикам. И в случае трудоголизма очень часто, если человек перестанет пропадать на работе, изменится вся семейная структура, может быть, даже до распада. То есть в худшую сторону изменится, не в худшую, да? Потому что трудоголизм скрепляет семью. Так же, кстати, как и алкоголик. В чем безуспешность попыток очень часто лечения алкоголизма, в том, что система, в которой существует человек, его держат в этом состоянии, в этой зависимости. То есть в таком случае трудоголизм просто полезен, получается? Трудоголизм не то, чтобы полезен, он скорее необходим. Потому что если в семье не складываются отношения между мужем и женой, конечно, они могут развестись. Но, предположим, у них есть дети, и каждый из них понимает свой родительский долг так, чтобы обеспечивать детей и заботиться о них. И они не видят способов заботиться о своих детях, например, разошедшись в разные стороны, как мужчина и женщина. В таком случае для сохранения семейной системы, о чем только что говорил Алексей, самое полезное и самое, в общем, приемлемое в обществе, это удариться в работу, как говорится в таких случаях. Предлагаю, опять же, посмотреть наше Блиц-интервью, где мы обратились с вопросом, как считают наши респонденты, что лучше для семьи, когда человек много, очень много работает и много зарабатывает при этом. Или же он работает нормально, такой трудовой рабочий день, вовремя приходит в семью, но при этом зарабатывает меньше. А как вы считаете, что лучше для семьи, когда человек очень много работает и много зарабатывает, но мало бывает дома? Или если он работает нормально, рабочий день, но при этом зарабатывает меньше, уделяет время семье? Это зависит от пола, это женщина или мужчина. Женщина должна уделять семье больше времени, а мужчина должна зарабатывать деньги. На мой взгляд, наверное, надо совмещать и работу, и семью. Семья самое главное, я считаю. Так что, я считаю, если касается этой женщины, то женщине нужно быть больше дома, в семье, с детьми, с мужем. Лучше больше зарабатывать. Работает и много зарабатывает. Работает много, зарабатывает, короче, но у меня так не получается. Наверное, вот это вот, чтобы побольше с семьей, с женой, с детьми. Счастье не в деньгах, а в их количестве. И чем человек получает больше, тем это, наверное, лучше. Но если человек нормальный, он стремится, конечно, заработать больше денег, чтобы содержать семью нормальной. Ну, хорошо, наверное, золотая середина. Потому что мало зарабатывать, это тоже как бы неактуально, и семью надо на что-то содержать. И все время, если полностью, вот как сейчас отдавать работе, и семья остается как бы в стороне, то это тоже не выход. Итак, в основном, в наше время считают, что лучше больше работать и больше зарабатывать. Чем меньше работать, тем меньше зарабатывать. Но почему же тогда жены или члены семьи жалуются на то, что муж или иногда жена пропадают на работе, и их мало бывают с семьей, практически не занимаются с детьми, не помогают по дому, это уже просто, как правило. В чем тогда дело? Как семья взращивает трудоголика? Почему сочетается то, что они предъявляют претензии, и то, что они же, как мы сейчас только что говорили, и являются причиной этого явления? Вроде человек заработает, зарабатывает деньги, что же тут плохого? Вы понимаете, упреки есть такая же часть семейной системы. Мы говорим, что иногда это бывает необходимо. То, что семья демонстрирует, то, что члены семьи демонстрируют, не всегда является реальными необходимостями семьи. Здесь это действительно достаточно непростой вопрос, особенно непростой вопрос, когда человек говорит, сделайте так, приходит, например, к консультанту и говорит, мой муж много работает, сделайте так, чтобы он работал меньше, поговорите с ним. Однако, когда с мужчиной или с женщиной обсуждаешь последствия, которые наступят после того, как его супруг станет работать меньше, он довольно часто отказывается от этой идеи, потому что действительно последствия могут наступить весьма неприятные для семейной системы. Например, это молодой человек, который вырос в родительской семье, и сейчас, будучи взрослым, уже, очевидно, страдает трудоголизмом. Если он станет меньше работать, у него появится время на личную жизнь. А его родители совершенно не хотят, чтобы в их замечательной квартире появился новый член семьи. Поэтому трудоголизм дочери или сына будет волновать их, будет даже, может быть, раздражать их, будет их пугать, но, тем не менее, на перемену ситуации они далеко не всегда согласны. То же самое с супругами, на самом деле. Когда жена упрекает мужа, или муж упрекает жену, что сейчас встречается все чаще и чаще, кстати, а в том, что они пропадают на работе, действительно, если это трудоголики, это системные такие трудоголики, то вовсе не факт, что если они будут появляться дома, у них наладится личная жизнь. Понятно, что вы говорите о результате. А мне хотелось бы услышать, что является причиной, что порождает, что делает трудоголика, то есть что семья делает для того, чтобы в ее недрах вырос трудоголик. То есть какие отношения просто конкретно влияют на то, что человек бежит из дома, он бежит из семьи, ему лучше на работе получить массу удовольствий, значит, он дома чего-то недополучает. Вот чего он чаще всего недополучает, что является причиной вот такого бегства. Какие истории, то есть какое поведение? Кратко можно сказать, внимание, забота и общение. Уважение. И уважение. Уважение и признание. Свободы. Вот да, здесь парадоксально, свобода тоже. Да, свобода тоже. Я думаю, что сейчас немногие женщины с этим согласятся, чтобы все это предоставить, а тогда уж действительно пусть лучше работает. Пусть лучше работает. Пусть лучше работает. А уж мужчины не согласятся предоставить это жене значительная часть. На работе они получают все это легитимно. Да, конечно, да. И так же, как с алкоголем. Когда я пьяный, я могу себя не контролировать. Я имею право делать, говорить глупость в нормальном состоянии. Я не могу, поэтому я пью. Ну, тогда, опять же, извините, человек приближается неотступно к больничной койке. Так вот, что же, как лечить, что делать? То есть как-то это надо все-таки остановить и дать человеку понять, что, ну, надо все-таки прийти к золотой середине, как это не было бы трудно. Изменение семейной системы непростой и нелегкий процесс. Этим занимаются психотерапевты, психологи, которые придерживаются именно системного взгляда на семью. И кто бы к ним ни обратился, взволнованные члены семьи или сам трудоголик, они могут предложить определенные изменения. Другой разговор, примет ли их семья. Эти изменения заключаются действительно в значительной перемене отношений внутри семьи. Повышение доверия, открытости, реального уважения друг к другу. Если действительно все члены семьи в этом заинтересованы, то такие изменения возможны. Но немногие на это идут. Немногие на это идут. Отнюдь немногие на это идут. Но те, кто действительно, для кого действительно цена их семейной системы и ценен каждый человек, ну, у них возникла эта ситуация, потому что они просто не умели между собой общаться. Они способны на это пойти и, в общем-то, с системой способны измениться. Еще система меняется в случае кризиса, потому что трудоголик, оказавшийся на больничной койке, лишает семью обеспеченности, и семья может пойти на значительные уступки в плане освобождения его от каких-то домашних, так сказать, от какого-то домашнего давления, с тем, чтобы он все-таки вернулся к работе, даже согласиться на то, чтобы он работал меньше. Но чтобы вообще не остаться, так сказать, без обеспечения. Такие кризисные ситуации тоже иногда. Даже иногда предоставляют те самые зоны, предоставляют иногда большую свободу или мужья. Там у человека, который перешел через больничную койку. Может быть, не всегда стоит доводить до больничной койки, иногда, может быть, этим можно озадачиться и пораньше. Главное, чтобы люди ощущали, то есть, что им нужно, да, возможно, им лучше для их семьи, чтобы один из членов семьи много работал, а уж если их это как-то беспокоит, то надо быть готовым идти на какие-то уступки и на семейные изменения в этой семье. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю психологическую консультацию. Я думаю, что наши телезрители учтут эти пожелания и обязательно, как-то сказать, применят их в своей жизни. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня в гостях у нас были психологи-консультанты и действительно члены профессиональной психотерапевтической лиги Алексей Завельский и Ольга Разволгина. И мы говорили о трудоголике в семье. Я только хочу вам пожелать, что пусть работа приносит вам только удовольствие. Работайте и будьте счастливы. До свидания и до встречи через неделю. Продолжение следует...